И получается с помощью такой модели мы используем градиентный спуск, метод оптимизации для того, чтобы узнать подходящие W, E, T и B, для того, чтобы использовать потом модель на новых данных. Так вот, значит, у нас есть вот эти вот параметры, то есть у нас вот есть аппроксиматор, наш F от X, это сигма от W, E, T, X, E, T, плюс, так, раскалибровалось. Поехали. Так вот, что с этим происходит? Мы здесь получаем какой-то результат Y с волной, Y с крышечкой. Мы хотим, чтобы он совпадал с настоящим Y. Я извиняюсь, я просто не должен был это рассказывать сегодня, у меня сегодня немного другая тема, но мне сказали то, что на первой лекции это довольно быстро рассказали как-то, поэтому я повторяю. Повторяю. Да? Друзья, я когда спросил, кто-нибудь знает, что иметь про машины обучения, никто не поднял руку, когда спросил, кто-нибудь что-нибудь не знает, тогда все подняли руку, поэтому кратко расскажу, что происходит. Давайте возьмите от того, познакомьтесь в это время с какими-нибудь книжками или нет. Сейчас быстренько. Маленькое введение. Значит, маленькое введение состоит в том, что вообще как-то нужно смотреть на данные, как-то их представлять. Для этого совершенно очевидно представляются данные в виде некоторой таблицы. Я сейчас постараюсь провести связь между тем, что было сказано на первой лекции и сказано сейчас, и привести все это к какому-то логическому завершению. Выглядит все в конечном итоге так. У нас есть таблица, в которой есть некоторые иксы, х1, х2, х3 и так далее, которые называются признаками, которые измерили. Соответственно, следует заметить, что каждая строчка – это объект. То есть, чем дата-сайентисты занимаются? На соревнованиях по дата-сайенсу или на работе? Значит, первое, что вам дают – это данные, которые выглядят именно так. После этого мы видим, что это объект 1, это объект 2 и так далее. Соответственно, понятно, что это просто координаты точек в некотором многомерном пространстве. Да, эти штуки могут быть совершенно разные, признаки могут быть как количественные, так и континуально распределенные. Мы сейчас этого не будем касаться. Скажем, что это просто некоторые координаты в некотором многомерном пространстве. Вот так они расположены. Теперь, что мы хотим сделать? Мы хотим, значит, зависит от задачи. Давайте рассмотрим общую задачу восстановления закономерности в двумерном случае. Мы можем представить, что у нас точки расположены как-нибудь, например, вот так вот. Я пытался нарисовать что-то типа синуса. К сожалению, этого не вышло, потому что доска электронная. Но давайте посмотрим на то, что с этим можно сделать. Я хотел бы экстраполировать некоторую зависимость, которая у нас есть в данных. Я предполагаю, что она у нас есть в данных, и мы можем зрительно это проверить. Но, к сожалению, об этом наша машина не знает. Нужно ее этому каким-то образом научить. Поэтому я пытаюсь уловить эту закономерность. И с помощью градиентного спуска... Кто-нибудь помнишь, что такое градиентный спуск? Да. Да. Значит, поднимите руку, кто знает, что такое градиентный спуск и с чем это едят. Отлично. Просто замечательно. Значит, с помощью градиентного спуска настраиваются параметры в нашей машине. После чего она начинает что-то улавливать. В зависимости от того, насколько модель сложная, она начинает это обобщать. Информацию она извлекает прямиком из вот этого датасета. Да. То есть вот еще раз просто хочется, чтобы понятия были вот заложены прямо уже точно. Вот у нас есть датасет, мы смотрим на этот датасет. Да. И каждый объект обрабатывается и вносит свою лепту в обучение. Вот. Таким образом, в пространстве наших признаков может быть построена та или иная фигура. То есть, вообще говоря, это даже не обязательно какая-то поверхность. Это может быть какое-то сколь угодно сложное многообразие даже. Вот. И оно будет в зависимости от того, насколько модель сложная и умная, она может аппроксимировать наши данные. Вот просто общий подход, который нужно понять, который используется в датасайенсе. Первое – у нас есть данные. Второе – мы посмотрели на данные, сделали какое-то преобразование на этих данных, да, чтобы наша модель лучше обучалась, например, не переобучалась. Кстати говоря, что такое переобучение, знает кто-нибудь? Поднимите руку, кто знает, что такое переобучение. Да, всегда пришли только люди, которые шарят. Хорошо, ладно. Ладно, хорошо. Можно вопрос? Да, можно. Вы говорите, что мы применяем метод градиентного спуска вот к чему-то. То есть, там же что-то обычно входит с экстремлемой какая-то. Можно? Да, безусловно. Чтобы задача была поставлена. Ну, например, у нас какой-то, вот, типа, любая задача машинного обучения на данный момент, она сводится к тому, чтобы просто оптимизировать некоторый лосс, да. Это задача оптимизации. Это либо минимизация, либо максимизация некоторого лосса, то есть там зависит от того, либо с плюсом, либо с минусом, что измеряет этот лосс. Вот, допустим, это лосс какой-то квадратичный просто, и нам нужно прийти вот к этому минимуму, и все. Вообще говоря, лосс, особенно у нейронных функций, выглядит просто очень сложно, поэтому это какая-то очень сложная фигура, да, у которой есть много локальных минимумов, локальных максимумов, и нам нужно так или иначе прийти к некоторому очень хорошему оптимуму, да. Это значит, что наша нейронная сеть обучилась. И вот на каждом шаге, на каждой итерации нашего алгоритма, на каждой итерации обучения мы просто можем этот лосс замерить и пойти против градиента. таким образом, оптимизировав параметры нашей модели автоматически. В общем, на самом деле, типа, это все, что я хотел сказать, чтобы быть спокойным вот насчет того, что… лосс – это же имеет значение ошибка, то есть, которое имеет обучение с учителем, когда у нас есть какой-то образец, который мы сравниваем, некая разница… да, безусловно, как бы, ну, понятное дело, что это зависит, я говорю, это зависит от задачи, вот, безусловно, есть, как бы, есть супервайс, потому что здесь все знают, что такое переобучение, понятно, об этом не нужно объяснять, как бы ничего. на самом деле, по поводу лосса. Он может быть использован не только в супервайс, но и в супервайс задачах. Допустим, в автоэнкодерах мы сравниваем объект с самим собой. Автоэнкодер – это такая сеть, которая состоит из кодировщика, который записывает какое-то… которую заучивает какое-то представление данных. Допустим, вот те же word-эмбеддинги, их можно делать, например, с помощью автоэнкодера, и из декодера, который эти… это представление заучивает… преобразует обратно в исходное изображение или в исходный текст, в общем, в исходные данные. Там у нас может быть лосс… ну, допустим, если это изображение, то это может быть просто среднеквадратическая ошибка между входным изображением и тем, что мы получили из него. Или, например, допустим, в генеративных моделях используется лосс как, получается, сумма ошибки на двух задачах, которые считаются supervised, но в целом они решают генеративную задачу, которая не является задачей обучения с учителем, а мы, допустим, хотим получить новое лицо. там, получается, мы используем, ну, какие-то нестандартные лоссы, то есть это… функция ошибки, она используется вообще везде в машинном обучении. Вот. Ну ладно, да. 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 Так вот. Хорошо. Допустим, мы дошли до нейронных сетей. У нас есть вопрос. Где они могут сломаться? С ними вообще может быть, на самом деле, очень много проблем. То есть, допустим, у нас… допустим, мы неправильно подали на вход данные, несмотря на то, что нейронная сеть, она работает в целом с довольно сырыми данными, их неплохо было бы сначала нормализовать, как я позже покажу. У нас она может просто не запуститься, если мы неправильно инициализируем веса, то есть вот эти вот дубль В. У нас могут затухать слишком сильно данные при проходе через сеть, или у нас могут затухать или взрываться наоборот веса при обучении. То есть у нас они… у нас… мы как-то инициализировали веса, они могут либо стремиться к нулю в ходе обучения, либо, допустим, наоборот, раздуваться и стремиться к бесконечности. Или у нас из-за того, что, например, ненормализованные данные, у нас может случаться то, что у нас, допустим, есть какая-то… у нас есть поверхность функции ошибок, и вот здесь у нас находится минимум. И, допустим, мы начинаем здесь, и вот наш оптимальный вектор градиентного спуска, но из-за того, что с данными какие-то проблемы, допустим, обучение по одной оси, по какой-то одной фиче идет гораздо быстрее, чем по другой фиче, у нас вектор… у нас градиентный спуск может таким образом осциллировать и в итоге никогда не сойтись. Вот с такими проблемами мы сегодня будем разбираться. начнем с функции активации, то есть то, что предоставляет нам нелинейность. Сейчас я расскажу вам, чем они друг от друга отличаются. У нас их, на самом деле, довольно много. Изначально, как я уже говорил, использовалась в нейронных сетях сигмоида для того, чтобы предоставлять нелинейность. То есть у нее, на самом деле, довольно много проблем. Во-первых, мы можем заметить то, что… Так, сейчас. Тут лучше ее нарисовать. Итак, вот у нас сигмоида. Нет, это не сигмоида. Да, сейчас. Угу. Вот. Хорошо. Итак. Немножко криво, но ладно. Мы можем заметить то, что вот как раз у нас есть проблема то, что вот у нас есть градиентный шаг в градиентном спуске, когда мы обновляем веса. Он выглядит следующим образом. Это мы меняем веса. Мы, получается, движемся в направлении антиградиента. То есть мы отнимаем от весов градиент, умноженный на learning rate, на наш темп обучения. И если у нас… Если мы можем заметить то, что вот чем дальше, чем больше модуль сигмоиды, тем прямее она становится, и, соответственно, тем ближе ее градиент становится к нулю. То есть ее градиент выглядит вот как-то так. из-за этого у нас может очень сильно замедляться обучение. Кроме того, с сигмоидой такая проблема то, что ее средняя не равна нулю. То есть когда мы передаем в нее данные, на выходе у нас получается что-то смещенное. это не очень хорошо, потому что… Сейчас. Да. Потому что… Потому что если у нас данные смещенные, то есть вот наши какие-то данные… короче, это нехорошо. Да. Ну и получается, мы если берем экспоненту, еще делим в этой функции, поэтому ее считать довольно дорого. так же. Поэтому никто сейчас в принципе сигмоиду не использует. Сейчас в основном используется такая функция, как рилу. Кто-нибудь слышал про рилу? Кто не слышал про рилу? Вот так лучше. Хорошо. Рилу – это очень простая функция. Это просто максимум от нуля и икса. У нее… То есть когда мы проводим наши данные или выход из слоя нейронной сети через рилу, она просто зануляет негативные значения. Как оказалось, этого более чем достаточно для обеспечения нужной нелинейности. и мы можем заметить то, что у нее в положительной части градиент не затухает. Ну, в принципе, потому что это линейная функция, что для нас очень удобно. В отрицательной части получается то, что градиент равен нулю, но это, как правило, не страшно при хорошей инициализации весов. Вот. Но, получается, из-за того, что у нас градиент не затухает, из-за того, что это функция, которую просто вычислять, рилу сходится в среднем в 6 раз быстрее, чем та же сигмоида, например, или тангенс. Это дешевая функция. И есть основания полагать то, что биологически она более правдоподобна, больше похожа на то, что происходит в нейроне. Но, тем не менее, здесь, опять же, проблемы со средней, и то, что в отрицательной части у нее градиент близок к нулю. Да, кстати, такой момент еще есть то, что, поскольку это кусочнолинейная функция, в нуле она, по идее, недифференцируема. На практике этот момент решается довольно просто. Мы говорим то, что в нуле у нее производная равна либо нулю, либо единице, и с математической точки зрения это, по идее, тоже может быть обоснованно. Мы просто говорим то, что это не производная, а субпроизводная. Subderivative, короче. Reloop EU в 2010 году, ее использовали в AlexNet, собственно, поэтому она такая популярная. Кто слышал про соревнования ImageNet? Вообще про ImageNet? Хорошо. Вообще, как нейронные сети стали популярными? Это довольно старые изобретения, на самом деле. То есть их разрабатывают еще где-то с 50-х годов, и где-то до 2010-2012 года они были на задворках, так скажем. Но в 2012 году произошел прорыв с использованием сверточных сетей. Вот есть такой датасет ImageNet. Это огромная база данных, изображений, размеченных на тысячу классов. То есть в этом датасете указано... То есть это большой датасет для распознавания. Каждый год проходит ImageNet Challenge, в котором 22 миллиона изображений, в котором пытаются придумать модель, которая наиболее точно его распознает. И вот в 2012 году, если раньше рулили методы, основанные на SVM, на каких-то традиционных методах компьютерного зрения, в 2012 году Алекс Корежевский и Джефф Хинтон, крестный отец нейронных сетей, они представили архитектуру, которая где-то на 10% обходила текущие state-of-the-art методы в компьютерном зрении. Собственно, с тех пор, поэтому сейчас бум на нейронные сети. Итак, Relu была представлена в 2010 году. В 2014 году появилась альтернатива, такая как Leaky Relu. Ее тоже можно использовать в некоторых задачах. У нее нет проблемы с затухающим градиентом вообще нигде. То есть в негативной половине у нее тоже есть какой-то градиент. Так что это неплохо. Ну, не какой-то, 0.1, собственно. Какая разница? Ну, типа, самое главное, как вот вопрос, когда вы всегда первые изникает, как вы понимаете, для чего каждый из них так подходит? Вот чем, ты сказал, вот в каких задачах можно использовать, в лиге Relu, вот в каких? На самом деле это нужно подбирать. На практике обычно используется просто Relu. Сейчас еще популярно в компьютерном зрении использовать ELU, то есть экспоненциальный линейный юнит. Вот. То есть это все, в принципе, эвристики. Главный посыл это то, что сигмоиду и гиперболический тангенс сейчас лучше не использовать, сейчас лучше использовать функцию активации, собственно, Relu либо Leaky Relu. Также, получается, есть еще два обобщения. Это параметрическая Relu, где вот эта вот константа, вот 0.1, она заучивается нейронной сетью с помощью backpropagation. И есть еще maxout, который сравнивает два набора весов. Но для этого в нейронной сети должно быть в два раза больше параметров. Есть вот такая вот ELU. У нее, в принципе, такие же достижения, как у Relu. Плюс у нее еще получается средняя чуть ближе к нулю. Но она чуть дороже для вычисления. Можно ставить ELU и ELU. Ну, она преимущественно имеет что-то на бесконечную функцию. Что она делает революционные, на самом деле, более, 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 более. Но, кстати, в этом она слишком сильно отличается от Relu. Она сильно будет хуже с Relu. Да нет, на самом деле, она не хуже, у нее есть те же свойства, что у Relu, просто она может где-то на каких-то данных сработать лучше, чем Relu, Relu может на каких-то данных сработать лучше, чем Elu. Здесь, на самом деле, это полиевристик. А нет никаких предположений, исходя из чего такое происходит? То есть, типа, вот здесь я использую Relu и сработала намного выше, типа, почему так произошло? Честно говоря, я что-то не могу сказать, вот так вот. Да, итак, ну, как я уже говорил, у меня, оказывается, были слайды про затухающий взрыв градиента. Собственно... Да. Окей. В общем-то, мой основной посыл, да, не используйте сигмоиду, используйте вместо нее Relu. Еще в ноябре 17-го года появилась такая статья от суровых немцев, один из которых придумал такую рекуррентную сеть, как LSTM, еще в 90-х. Появилась такая функция активации, как SELU. Я не помню, как она расшифровывается. Нет, нет, она не... А, собственно, Scaled Exponential Linear Unit она называется. Вот это вот просто можно использовать как триумф воли суровых немецких ученых, которые используют Fonkan для того, чтобы вычислять константы, которые вроде как наиболее оптимальны для функции активации. То есть это статья на 102 страницы, в которой 6 страниц — это указание теоремы, а остальные 90+, — это доказательства, сколько из 43 лем. Итак, кто-нибудь что-нибудь понял? Есть какие-то вопросы по поводу функции активации? Функция активации — это, получается, у нас есть линейная регрессия в слой нейронной сети, и функция активации — это функция, которая обеспечивает нелинейность нейронной сети. То есть это нелинейная функция, через которую мы проводим результат линейного оператора. Ты взял взвешенную сумму, получил какое-то число, к нему применяешь функцию активации, подаешь на следующий нейронный. То есть условно происходит... Да, все верно. Окей. Итак, сейчас... Теперь... Теперь вернемся к инициализации весов. У нас есть нейронная сеть, у нее есть, получается, матрицы, на которую... Сейчас, мы можем представить нейронную сеть как композицию таких вот отображений. Да, я еще думал на открытый микрофон на следующей неделе идти. Так. 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 Ребята, реально, простите. Так. Окей. Так вот, ладно, у нас есть матрица весов, на которую мы умножаем сначала входной слой, затем выход из первого слоя, из первой активации и так далее. Эти матрицы надо как-то инициализировать. И на самом деле с этим могут быть определенные проблемы. Как мы вообще можем инициализировать их? Мы можем их инициализировать, например, нулем или константой. Но это лучше не делать, потому что тогда у нас, получается, когда мы будем проходить через сеть, у нас все нейроны будут давать один и тот же результат. Потому что, ну, результат суммы будет один и тот же, и меняться они будут одинаковым образом. То есть у нас будет просто симметричная сеть, и ничего хорошего из этого не выйдет. Просто все нейроны будут заучивать одно и то же на каждом слое. Поэтому их нужно инициализировать каким-то случайным образом. Мы можем взять, допустим, точки из нормального распределения. То есть, допустим, мы возьмем какой-то набор точек, скажем, с средней 0 и стандартным отклонением 1 сотая. И тогда у нас уже будет получаться результат лучше. Тут, наверное, лучше картиночки показывать, но я их, к сожалению, не заготовил. Оказывается, то, что это работает лучше, если мы будем следить за дисперсией наших весов. Получается, если мы будем просто из нормального распределения брать наши веса, то тогда непонятно, с каким распределением будут выходить наши данные из каждого слоя. Нам хотелось бы, чтобы дисперсия наших данных была равна примерно единице, чтобы она толком не менялась. Поэтому мы берем другую инициализацию весов, мы ее домножаем на... Вернее, наоборот, мы ее делим на корень из n, и нам это обеспечивает, собственно, более-менее подходящую инициализацию, у которой при использовании relu... Сейчас вот такая вот инициализация. 0,1 делить на корень из... Ну, n — это количество наших фич. Вот такая инициализация называется «Ксавьер» по имени автора. Мы ее используем, и с ней, в принципе, все работает хорошо. Но если мы меняем функцию активации... Да? Ага. Что означает это запись? Сейчас. То есть у нас получается дисперсия, мы можем помогли видеть на какой-то интеграции. Сейчас. Прямо положите. Да. Спасибо. Нет, не помогло. Сейчас поможет. Нет. Так. Я лучше напишу тогда с помощью питоновской нотации, потому что все равно, как правило, пишут на питоне. Мы сэмплируем веса так. mp, random, runden, наш shape какой-то. И мы это умножаем на квадратный корень из единицы делить на n. То есть мы сэмплируем точки из нормального распределения, и мы делим их так, чтобы у нас дисперсия была равна единице делить на n. Вот. С какими-то другими... Получается... Наоборот, получается, с сигмоиды, с гиперболическим тангенсом такая инициализация работает, а с RELO она может не работать. Но на практике, на самом деле, мы проверяли с коллегами. Все нормально работает. Но в 2015 году появилась другая инициализация, где еще, получается, домножается на корень из двух. Это инициализация HE, тоже по фамилии автора. Вот это, на самом деле, очень хорошо можно... Очень хорошие картиночки есть в... Да? А вот это n. Это n начального первого слоя? Да, это... Для каждого слоя используем только сколько... Для каждого слоя мы используем количество нейронов, получается, из... Да. Следующий. Да. Вот. В шестой... Да, в шестой лекции стэнфордского курса по сверточным сетям есть очень красивые картинки. Так что, если кому-то интересный, кто-то еще не смотрел, очень рекомендую. Сейчас, получается, я вам расскажу про то, что мы можем использовать вместо градиентного спуска. И вообще, зачем нам нужно что-то кроме градиентного спуска ванильного, и что нам это даст? Допустим, у нас, как я уже говорил, в основном проблема в том, что у нас какие-то такие данные, на которых функция потерь... Сейчас. На которых градиентный спуск работает довольно...